Друзья, всем привет! Добрый день, добрый вечер, доброе утро! У кого что, не знаю. Кто кушает, приятного аппетита! Мы продолжаем по Уполу. По вчерашнему видео, позавчерашнему, вчерашнему, не знаю, как я это выложу. По поводу баллонов. В личку много сообщений, чуть поднасыпалось, чуть много. По поводу того, что это все говно. Но, скажу так, баллоны, которые однокомпонентные, это материал, который не просто имеет право на жизнь, а в профессиональном применении он просто обязан быть. Потому что сами баллоны выполняют функцию ничем не хуже, чем двухкомпонентный материал, только надо знать, как им правильно пользоваться. Но баллоны ускоряют работу просто в разы. Ну, а сегодня мы будем тестировать лаки. У нас тут ничего так и не осталось. Шпатлевки. Шпатлевки это отдельная история. Отдельно нам будет интересно. А, еще сегодня вот что новенькое принесли. Вчера забыли поставить, показать. Ускоритель сушки для акриловых материалов. У полоски вообще первый раз в глаза такое вижу. Попросил, чтобы была возможность попробовать на каком-нибудь из лаков. Сегодня мы будем тестить раз, два, три, четыре. На раз, два, три, четыре. То есть есть у нас четыре панели. Зашлифованы, не знаю, не я шлифовал. Металл 80-120, по-моему. Короче, до металла чищена, самая большая плоскость. Чтобы можно было их покрасить мокрый по-мокрому. И посмотреть, как будет получаться. Мокрый по-мокрому попытаемся сделать вот в такой версии. Очень много народу, с кем я общаюсь, говорят, мы иногда делаем через 20-25 мокрый по-мокрому. Хотя сам грунт для этого не предназначен по ТДС. То есть у него нет такой фишки. Но разбавляя его на, не знаю, сколько точно сейчас пообщаемся, на большее количество разбавителя. И типа нормально отрабатывает. Вот мы сейчас это и проверим. И я скажу свое мнение. Можно, нельзя, то есть стоит, не стоит. Плюсом ко всему, если будет какой-то косяк, я тут еще три дня буду, то я его потом покажу. Если не показал другого видео, то значит все нормально. По лакам на каждую панель свой лак. И в какой-нибудь из них, может в 91-й, добавим ускорителя. И посмотрим, как оно будет выглядеть. То есть у нас еще есть там одна панель лишняя. Я, допустим, сюда нанесу 91-й лак. И на соседнюю панель также нанесу 91-й лак, но с ускорителем. И посмотрим по времени реально, насколько в естественных условиях, потому что тут нету сушилки принудительной, кроме как лампы, насколько быстро будет просветить высыхание. По каким-либо особенностям вообще ничего в этих лаках сверхъестественного нет. Все они ХС-ные, все они полные двухслойки. В 81-м бывало иногда работал в полтора слоя, но падает глянец после полного высыхания. Поэтому все конкретно в два слоя. В 81-м от 91-го, по-моему, отличается скоростью сглатывания опыла. То есть 91-й чуть дольше его в себя принимает. То есть он такой же 2 к 1, как и этот 2 к 1. Но типа наполняки, ну как я понял вообще изначально, наполняки он чуть получше, то есть дольше принимает в себя опыл летающий. Разницу между этими лаками, кроме как 3 к 1, 4 к 1, я не помню. Но сейчас, если что-то глобальное замечу, сразу скажу. Наносить будем одним и тем же пистолетом, одинаковый дизой, чтобы не было разницы в пистолете по ощущениям на лаках. Отвердос стандартный к ним будет. Разбавитель тоже возьмем стандартный, чтобы не было никаких отличий. Так, по панелям. Все обезжирено. Это панель, на которую в лак мы добавим ускоритель сушки, чисто для собственного интереса. А на эти панели, на каждую панель лак нанесем. Нужен это маркер сзади написать, какие лаки, чтобы мы потом не попутались. Грунт. Банку с грунтом я уже перекилипал. А сейчас ее открываем. Заодно глянем. Вот так по вязкости вроде вымешалось хорошо, материал свежий. Да, на дне осадка уже нет, я его вымешал, получается, телепанием. Но все равно лучше, конечно, перемешать еще лопаткой хотя бы в течение минуты, чтобы наверняка, потому что всякое бывает. А если осадок остался, то материал уже не будет свою функцию полноценно выполнять. Не будет тех наполняющих свойств. Повторюсь, что грунт этот сейчас выполняет не свою первичную функцию наполнителя под перетирку, а мы его чуть-чуть в извращенной форме, в той, в которой им иногда пользуются подписчики. Пишут, что я так пользуюсь, в принципе, все нормально. Ну, и я попробую. Почему бы и нет? То есть у нас сейчас задача немного такая. Еще много вопросов стало возникать за последние годы. Люди начинают потихоньку повышать свой скилл и уходят на уровень весов. Вот здесь указано для объемного смешивания, то есть не весового. Все весовое смешивание указано в ТДСках. То есть на банке вы его, как правило, не прочитаете. Тоже, опять, коснемся этой темы, как правильно смешивать. Сначала отвердитель с грунтом, а потом разбавитель. Либо же все друг друга налить, а потом перемешать. На этот вопрос в основном вот это вот не нравится. Мало того, чтобы палец не засунешь. Ну, это все такое делают херню. Отвердитель размешать сейчас с грунтом, технически это правильно. Потом налить туда разбавителя. Но если сделать вот так вот, 40%, да, мне надо? Давайте пока начнем с 35%. Если сделать вот так вот, а потом сделать вот так вот. Половина технологов вот так вот говорит. И все нормально, в принципе. То есть скорость процессов по химии, которые образовываются, вот сейчас пока мы смешиваем, они настолько медленные, что мы ничего не портим, наливая отвердитель в грунт, а сверху разбавитель. То есть мы ничего не испортим. Эти все компоненты уже, в принципе, кроме отвердителя, в грунте содержатся. Мы его только разбавляем до нужной вязкости. Я вообще люблю закрывать крышкой и потом потелепать. Хоть это и технологии мордой крутят, говорят, это нехорошо, ты принудительно воздух в состав вносишь. Он оттуда благополучно пузырьками выходит, пока мы наливаем через сито. Поэтому у кого есть крышки, к таким стаканам закрыли, перемешали потом минутку, и вот тогда смешивание будет полным. А линейкой, блин, вот это по стенкам собирать, время тратится очень много. Давление в районе двойки, это Валком Слим Дюзу под грунт 1.5 взял. Нормально. Так, ну смотрим первые полуслоя. Они такие мокрые, но капля между собой стянута, но не полный слой. Это как раз то, что надо. Надо подождать минут 5 сейчас, пока помотовее. То есть это хоть и не полный слой, но его надо дождаться, чтобы он высох. И накидаем один полный, и пойдем в базу размешивать. Так, смотрим. Слой высох полностью. Прошло минут где-то 6. Он высох и на отлип уже полностью, все нормально. В этом моменте можно вот эти вот соринки, которые есть, если нужно. Вот видите, я вообще пальцем снял. То есть липкая салфетка убрать. Толщины слоя еще нету, такой, чтобы она держалась полноценно. Ну, что-то убрать мелкое можно. Наваливаем сейчас полный, закрытый слой в глянец. Посмотрим заодно, как он себя ведет. Толщина салфетка убрать. Посмотрим, как он растянется. Пока что он лежит с такой, с меленькой шагренькой. Я на второй панели сейчас попробую чуть жирнее навалить. Так, ну, посмотрим. Вот еще все мокрое, да? Сейчас будем разводить. Шагрень меленькая-меленькая. Не знаю, как она будет выглядеть, когда полностью высохнет и растянется. Ну, конечно, он не натягивается так, как натягивается эпоксид. Это понятно. Вот, грунт просох. Минут 15 точно, не меньше даже прошло. Ну, прохладно сейчас. Сколько тут градусов? 16 градусов. Это как бы ниже минимума рекомендуемого. То есть 18 рекомендуемый, минималка 15. То, на что еще можно красить. Дальше все. Растянулся он, ну, знаете, на свои бабки он растянулся лучше, чем даже, чем хотелось бы. Возможно, ожидать. Я ожидал худшего, честно скажу. Именно по мокрому мысли. Ну, все равно. Повторюсь, что на ответственные какие-то работы, когда у вас там что-то новое, надо сделать качественное, ну, я бы не советовал так его использовать. Это конкретно наполнитель. Недорогой, кстати, наполнитель, который свою работу выполняет. Ну, растянулась четенько. То есть мы сейчас так оставляем. У нас была мысля, если мне не понравится, все это смыть и сделать через более дорогой брунт. Ну, все нормально. То есть так и оставляем. Высохла полностью. То есть уже все. Можно какую-то соринку подобрать, муху снять с нее, что-то, ну, подтереть, обтереть липкой салфеткой, обдуть воздухом и красить. Но никаких обезжириваний. Часто звучит вопрос, а можно я после того, как подутру, обезжирю все это дело? Нет. Одень перчатки и обтирай, что хочешь. Но обезжиривать все. То есть можешь забыть о том, что ты нормально потом покрасишь. Потому что грунт еще в себя все тянет. А обезжирка, она уходит, как испаряется в одну сторону, так и пропитывается в другую сторону. А грунт свежий. Так, берем сейчас краску. Не буду показывать, как покрасим. Покрасим черным. Высохнет и будем лаки. Акцент на лаки. Так, окраска прошла успешно. База легла ровненько, хорошо. Видно, небольшая все-таки шагрей на грунте присутствует. На мусор сейчас внимания не обращаем. Поэтому, еще раз повторюсь, не рекомендовал бы этот грунт использовать мокрый по мокрому на ответственных деталях. Где-то на бампер или там порог сделать. Вполне возможно. Но так как пишут, что я пользуюсь все нормально. Нет. Есть грунты, гораздо лучше выполняющие функцию. Мокрый по мокрому. Этот грунт даже в ТДС не прописан под это. Обращайте внимание, когда берете пистолет после кого-то. Это я сделал пробный пшик. Под дизой что-то осталось. Не промыл. Плюнул он в детали. Вообще, это можно вытереть, но нам это как бы не надо. Я решил, что с ускорителем будет добавлен 2081 лак, потому что это самый, ну, в принципе, самый распространенный ходовой. Об этом лаке знают все, поэтому именно ускоритель попробуем на этом лаке. Сейчас начинаем разводить. Как показывать, разводить не буду. Я просто скажу, сколько разбавителя в каждый из лаков было добавлено. Так, начнем мы с 91 лака. Он 2 к 1. Потом мы идем на 3 к 1. на 4 к 1. И 2 к 1 сделаем обычный раствор и с ускорителем сушки. В такой схеме пойдем. Но это не принципиально важно. 2091 без разбавителя. Забыл же самое главное сказать. Поскольку все эти лаки, которые мы сейчас с юзаем, ХС, то это два полных слоя. Первый в глянец, межслойная сушка, дуат липа. И второй в глянец. Пытаться прокатить такую фишку, как полтора слоя, на ХС можно встрять в некрасивую сморжопу потом, когда он высохнет. То есть, изначально все будет блестеть, но на бок смотришь, будет некрасивая такая сморжопень. Ну, те, кто видели такое, понимают о чем я. Для тех, кто не представляет, это шагрень, которая вот так блестит, а на бок не блестит. Это просад лака, скажем так. Продолжение следует... В принципе, первый слой кинул. Шагрень еще крупный, но сейчас прохладно, отопление только запустили. Смотрится нормально, то есть для первого слоя это норма. Он сейчас в процессе межслойки будет подрастягиваться. Вот здесь уже видно, что он начал тянуться. Вот это полный первый слой. Нету никакого сухаря, все капли между собой полностью соединены. И, в принципе, первым слоем в большей степени регулируется шагрень второго слоя, потому что второй слой, как правило, наливается в полный глянец. И он повторяет контур первого слоя. Поэтому именно первым слоем, ну, я почему сказал в большей степени, потому что процентов 70-80 шагрень регулирует первый слой именно. Отсюда и моменты вот этих всех приколов, что кто-то кинул первый крупно капленный, а потом лил второй, не получилось, налил третий, закипело, потому что шагрень хотел поправить. Это такой немаловажный момент. Прошло минут 6. Я зашел так щипануть, ну, ради интереса, в ручки. А уже нормально. Ну, тут натекшая сильная. То есть уже нормально. Можно еще минутки 3 подождать и поднаваливать. Шагр растягивается на первом слое. Это хороший показатель. Ну, не стоит забывать о том, что грунт все-таки все-таки не подмокрый по-мокрому. Ну, продолжаем. Сейчас пару минут и продолжим. Ну, теперь уваливаем до полного глянца. Давление в районе двойки. ну, расход у Slim'а, конечно, непривычно и велик. Чем-то разведу. Просто как получилось, я развел по привычке как по дэвату. Ну, Slim не в той ценовой категории, поэтому не хватило. Ничего страшного. То есть, сейчас еще по промежутку времени время позволяет вот так вот доразбавить и донести именно ту часть, которую надо. Ну, и моя любимая фишечка на уголочке подлить, что-то пропустил, потечет ли потечет. Либо, как многие делают, там, мусорину залить, да? Посмотрим чуть позже. Сейчас пока зажмусь второй панелью. Так, сейчас развел 20-86. Это 3 к 1 улочок. Развел больше заранее с запасиком. Также наносим в два слоя. Также межслойка на отлип и также на углу сделаю в потек. Потом посмотрим все результаты. Те же настройки пистолета. Также двойка. И погнали. А, и также нету разбавителя в нем. То есть, чисто компоненты компоненты. первый слоечек, скажу так, по ощущениям даже лучше, чем девяносто первый. Он как-то более сразу втянулся. Девяносто первый тоже вот я вот так покажу, он втянулся хорошо. Все нормально. угол не потек ничего, но это детально потом. Три к одному. Это три к одному. вот такие тесты я люблю, когда я сам с материалом делаю то, что я считаю нужным и то, что я хочу, а не то, когда тебе технолог показывают, а ты только можешь спросить. Вот это реально интересно. Первый слоечек 10 минут. Высох быстрее, чем девяносто первый. Растянулся первый слой чуть-чуть более мелкой шагренью чем девяносто первый и чуть более просто. Мне так показалось. растянулось вообще расплескалась синева. Пока что шагрень большая, она повторила вот тот первый слой, но должна дотянуться. Наносится более как сказать, более плавно что ли, мягче, не знаю, как это уточнить, но приятнее наносится, чем девяносто первый. Посмотрим по факту, что лучше растянется. Продолжаем. Наносим 88-й сейчас на эту панель, потом 81-ю в двух вариациях.